Бюджет в 100 миллиардов рублей или как привлечь материальный успех? Победил сам, научи другого. Победитель WorldSkills показал, как лучше сварить металл. В микрорайоне Репина-Искры дороги сделают безопасными, а улицы светлыми. Отбор общественных активистов, открытие Центра управления регионом, правильные ответы чиновников на вопросы жителей и расширение услуг МФЦ. В Ишевке прошло еженедельное аппаратное совещание. Данил Ноздряков подробнее. Большая часть аппаратного совещания была посвящена муниципальным вопросам. В соответствии с выбранной повесткой заседание прошло в центре Ульяновского района, в Ишевке. В начале совещания губернатор Сергей Морозов отметил, что в настоящее время в муниципальных образованиях реализуется большое количество проектов. Но реализовывать их без учета мнения жителей нельзя. Поэтому глава области объявила открытый отбор общественных активистов в муниципалитетах. Им будет оказываться поддержка. Понимаем о том, что нам нужно активно не только их поддерживать, но и, если хотите, может быть, даже из них в определенной степени готовить резерв кадров. Управленческих кадров. Которые могут прийти в представительную власть. Которые могут прийти в исполнительную власть. Которые могут прийти в различные бюджетные или бизнес-учреждения и организации. Отбор станет аналогом федерального конкурса «Лидер России». Губернатор поручил 20 ноября разработать и утвердить положение о проведении конкурса. Сам же отбор будет проводиться с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. Кроме того, на площадке общественной палаты будет создана коллегия общественной модерации. Это значит выносить конфликты, которые возникают в обществе, среди каких-то общественных, социальных сил, в досудебном порядке, просто на обсуждение, публичное или не публичное, но на площадке общественной палаты. В том числе новый орган займется улучшением взаимодействия со средствами массовой информации. На площадке будут разбираться резонансные материалы. Глава области подчеркнул на аппаратном освещении, что реформа муниципального управления уже началась. С начала нового года ждет много изменений. Заработает Центр управления регионом и появятся институционные центры в администрациях районов и отраслях экономики. Целями создания этой Центра управления регионом в целых еще хотелось это отметить. Это все-таки повышение удовлетворенности граждан за счет сокращения сроков обработки сообщений граждан, обеспечения контроля за решением проблем граждан и получения ими качественных ответов. Центр будет включать работу на интернет-платформе «Решаем вместе». Она позволит напрямую сообщать чиновникам о проблемах и получать на них действенные ответы. В том числе будет работать и мобильное приложение. Но рассчитана платформа не только на критику. Она позволит также выразить благодарность конкретному чиновнику или ведомству. И даже проводить голосование, в частности по вопросам благоустройства и создания комфортной среды. Губернатор подверг острой критике чиновникам, которые не дают вразумительный ответ на поднятые жителям проблемы в соцсетях. Глава области привел пример общения руководства Димитровграда с жителями, которые конструктивным никак не назовешь. Что они потом будут думать о власти? Вот такой, надеюсь, дури у нас меньше будет сейчас каждым разом. И это сразу же будет отображаться для любого человека. А не только вот так вот, как сейчас пока идет в основном для контроля, для губернатора. Ну, чтобы вот так вот мы с вами покраснев, посмеялись за ту дурость, которая, к сожалению, в наших рядах есть. А тогда будет все ясно. И еще два изменения коснутся работы региональной власти. С 11 января ряд чиновников будет разрешено работать дистанционно. Подобный опыт уже есть в Подмосковье. Такая практика позволит более оперативно находить решение проблем. В коммерческом секторе такая норма уже существует. Уже давно дистанционно трудятся. Но журналисты, сотрудники творческих профессий, журналисты, редактора, дизайнеры, программисты. Очень развита среди них данная форма работы. Вступает в силу концепция бережливого управления в правительстве и органах исполнительной власти. В ближайшее время будет предъявлен стандарт бережливого рабочего места, который будет внедряться в том числе и в органах муниципальной власти. С 11 января значительно расширится спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Изменения в работе центров начнутся уже в этом году. С 1 декабря 2019 года обмен в рамках предоставления государственных услуг между исполнительными органами власти и правительством для граждан будет проходить исключительно в электронном виде. В завершение аппаратного совещания поговорили о цифровых изменениях в отрасли туризма и модернизации службы занятости. Она должна стать современной структурой, услуги которой должны быть доступны всем гражданам. Егор Тестов, Александр Курешов, Новости Управды ТВ. Губернатор, члены правительства и парламентарии провели совещание по финансово-экономическим вопросам. О бюджете, расходах и доходах докладывала глава Минфина Екатерина Буцкая. О приоритетных задачах расскажет Виктория Черкова. Региональный бюджет вырос на 38,5 миллионов рублей. Напомним, в этом году объем областной казны составил более 48 миллиардов. Что делать с доходами и как стабилизировать экономику? Актуальные темы обсудили на совещании по финансово-экономическим вопросам. Мы сегодня на повестке дня рассмотрели целого ряда вопросов, которые затрагивают напрямую итоги наполнения казны в текущем году, которые позволяют нам посмотреть, насколько хорошо или плохо, или с какими-то недостатками организовано взаимодействие по легализации, в том числе и заработной платы, теневого сектора экономики, но и по совершенствованию управленческих механизмов в доходной части концернерного бюджета. В ноябре и декабре в региональную казну поступит еще 9 миллиардов рублей. Большую часть от общей суммы доходов бюджета направят на соцподдержку и зарплату ульяновцев. Также деньги должны быть вложены в решение нездоровых проблем в сфере здравоохранения. Об основных источниках доходов в своем докладе рассказала министр финансов. По-прежнему лидирующую позицию в доходах у нас составляют акцизы. Это 3,4% удельный вес, больше на 3,1% по сравнению с прошлого года. Также прибыль обеспечивалась налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль организаций. Кроме того, за 10 месяцев финансовая помощь из федерального центра поступила в сумме более 9 миллиардов рублей. У аппарата правительства появилась амбициозная задача. В ближайшие годы из 48 миллиардов общего бюджета вырастить сотню. Первый заместитель председателя правительства Марина Алексеева рассказала, какими способами можно привлечь материальный успех. Достаточно работать в трех направлениях. Первое – это активная инвестиционная политика. Второе – это совершенствование законодательных норм, то есть налоговых преференций, льгот. И третье – это, безусловно, вылавливание налоговой нагрузки и поиск потенциалов, ну, в том числе и через легализацию заработной платы и теневого бизнеса. Интенсивная проработка этих направлений даст свои плоды в ближайшие годы. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Врач на недельку. Ульяновские чиновники отправятся на стажировку в поля. Планируется, что члены областного правительства второй половине ноября поедут на неделю жить и работать в муниципальные районы для погружения в проблематику сельских территорий. Такое поручение Сергей Морозов дал еще в октябре. Ментельхоз разрабатывает программу стажировки чиновников. Это будет недельная практика на селе. Каждый день члены правительства будут заниматься программой развития сельских территорий. Их ждет работа главы поселения, старосты, врачом, учителем, работником ДК и т.д. по профилю. Отдельные дни будут посвящены экономическим вопросам района и развития малого и среднего предпринимательства, сообщает телеграм-канал пул номер 73. Надеемся, стажировка пройдет под неусыпным контролем профессионалов. В рамках национального проекта «Образование» в Ульяновском профессионально-педагогическом колледже для студентов был показан мастер-класс по компетенции сварочной технологии. Его провел победитель регионального чемпионата WorldSkills. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Мастер-класс для будущих сварщиков провел выпускник СУЗа, победитель регионального чемпионата WorldSkills, участник национального чемпионата по компетенции сварочной технологии Михаил Изалеев. Он показал два вида сварки – полуавтоматическую в среде защитного газа и сварку неплавящимися электродами в среде инертного газа аргона. Некоторые студенты повторили приему сварки. Учился три с половиной года на электрогазосварщика четвертого разряда. После ушел в армию, после армии пришел, отучился на технологии сварочного производства. На данный момент работаю. В настоящий момент в профессионально-педагогическом колледже обучается чуть более 120 будущих сварщиков. Их готовят на двух отделениях – по подготовке квалифицированных рабочих и служащих и по подготовке специалистов среднего звена по специальности «Сварочное производство». В нашем колледже сложились хорошие традиции по подготовке именно по этому направлению. В 2008 году мы стали победителем тоже приоритетного национального проекта образования. Мы закупили вот оборудование, которое вы видите здесь. По тем временам это была очень высокотехнологичная оборудование. Его даже не было на предприятиях нашей области. По словам замдиректора учебного заведения, в этом году колледж вновь стал победителем регионального проекта образования. Совсем скоро на его учебных площадях будет поставлено новое оборудование, на котором будут проводиться демонстрационные экзамены и региональные чемпионаты WorldSkills Russian. В рамках национального проекта образования Ульяновская область ежегодно проводит конкурсы по стандартам WorldSkills. Это конкурсы профмастерства. В этом году планируется региональный чемпионат, открытый региональный чемпионат, уже восьмой, по 26 компетенциям. Участников мы планируем, у нас 300 участников и около 300 экспертов, которые будут оценивать этот чемпионат. К слову сказать, в этом году в открытом региональном чемпионате молодые профессионалы по 11 компетенциям будут участвовать юниоры, ребята с 14 до 16 лет. Чемпионат пройдет на территории Ульяновской области с 25 по 30 ноября. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Проблемы нового микрорайона Репина обсудил губернатор Сергей Морозов с самими жителями. Ульяновцев интересовало благоустройство территории, создание парка, работа общественного транспорта и увеличение дороги, ведущей в центральную часть города. На собрании подвели итоги уже проделанной работы областными и городскими чиновниками совместно с активистами района. Гордиться есть чем. С нуля построена современная школа. Заканчивается возведение второго детского сада. Скоро начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Разрабатывается концепция Центра дополнительного образования для детей и молодежи. Согласитесь. Красивый микрорайон получился. Интересный микрорайон получился. Доброжевательный к людям микрорайон получился. Но если мы будем просто находиться наверху блаженства, то, наверное, мы будем сам себя обманывать. Предстоит очень многое сделать. В ходе обсуждений глава региона отметил, что в силу последних трагических событий, которые произошли в ряде городов России, вопросы детской безопасности должны быть на первом месте. Следовательно, в ближайшее время необходимо активизировать работы по уличному освещению и безопасным дорогам. В том числе строительство третьей полосы в районе заезда в микрорайон. В следующем году запланировали решить проблему с заездом в целый микрорайон. На протяжении 900 метров будем устраивать третью полосу для движения, для того, чтобы вот эту узкую гормочку его разрулить. Главе региона презентовали проект будущего сквера на улице Скачилова. Сергей Морозов одобрил идею концепции парка и прочил чиновникам найти на него деньги уже на следующий год. Итогом встречи стало подписанное соглашение о совместной работе актива местных жителей с правительством области и города. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. К воспитанникам детского сада Калейдоскопа вторник утром пришли в гости талисманы фестиваля боевых искусств Тафиса, который прошел в сентябре в Ульяновской области. Мишку Самбишку и Кота Тафисика радушно встретили почти 100 дошколят. О том, как обычное детсадовское утро в одночасье может стать необычным, расскажет Марина Антуганова. Удивление и радость одновременно. Мишку Самбишку и Кота Тафисика на обычной зарядке в детском саду эти маленькие димитровградцы точно не ожидали увидеть. Вместе с талисманами Всемирного фестиваля боевых искусств, который проходил в регионе при поддержке правительства Ульяновской области буквально два месяца назад, в гости к ребятам пришли и воспитанники школы кикбоксинга. А затем ребятам разрешили и самим попробовать надеть перчатки. Воспитанники спортивного клуба кикбоксинга во мгновение ока стали тренерами для малышей. Давид Миникаев занимается самбо. Пока это только общие физические упражнения. Настоящие спортивные перчатки мальчик надел в первый раз. Сегодня я был на спортивном пажике. Мне там очень понравилось. Я даже одел печатки и побоксировал. И хочу стать сильным, смелым и даже здоровым. Завершился праздник здоровья большой фотосессией. Сегодня мы порадовали наших детишек в том плане, что показали показательные выступления для них. Повеселились, посмотрели, поиграли. Ну и думаю, основной задачей, которую мы сегодня выполнили, это прививаем здоровый образ жизни с раннего детства. Марина Антуганова, Виталий Немов, Демград 24, специально для Уллправда ТВ. В Ленинском мемориале в рамках проекта «Поколение будущего» и фестиваля музыки «Осенние гастроли» выступили Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя Ильи Дербилова и народный артист России Сергей Шакуров. В выходные дни в Ульяновске открылся фестиваль «Осенние гастроли». Впервые в его программу включен детский проект – музыкально-литературная композиция по повести Джеймса Крюса «Тим Тайлер или проданный смех». Ее озвучил в качестве чтеца народный артист России Сергей Шакуров. А музыкально оформил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ильи Дербилова. Интересная история, просто сама по себе очень любопытная и очень современная. И вот я вам могу с абсолютной уверенностью сказать, уже года три или четыре я работаю и в Москве, в зале Чайковской, и в других городах. Он пользуется очень большой популярностью. Он такой для умных мальчиков и девочек. «Осенние гастроли» продлятся до конца ноября и будут включать несколько концертов. «В фестивале будет шесть концертов, где будет звучать орган и необычный голос, контртенор. В этом фестивале будет танцевальная музыка, у нас специальный танцевальный абонемент. И сегодня это донские казаки, а в мир эпоха именно приезд прославленного коллектива ансамбля Игоря Моисеева». 23 ноября фестиваль завершит знаменитые кантаты немецкого композитора XX века Карла Орфа, Кармина Бурана. В постановке снова задействован Ульяновский симфонический оркестр. А также в ней участвует Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла имени Эйдинова и солисты Большого театра России. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. У российского актера Михаила Багдасарова в Димитровграде украли чемодан. Преступление совершили участники церемонии открытия 5-го межрегионального фестиваля «Театральный Атомград». Димитровград на несколько дней стал театральной столицей городов с присутствием в госкорпорации «Росатом». 10 спектаклей, 9 театров, несколько тысяч зрителей и компетентное жюри. Корреспонденты «Димград-24» узнали, кому и для чего нужно мероприятие такого масштаба. Пятый межрегиональный фестиваль «Театральный Атомград» распахнул свои объятия 4 ноября. Организаторы мероприятия встречали гостей в буквальном смысле у входа в самый большой концертный зал Димитровграда. Церемонию открытия по давно сложившейся традиции провели в НКЦ имени Славского. Зритель пришел разный. Были и те, кто давно открыл для себя фестиваль, и те, кто только-только знакомится. Это новые вения, новые спектакли, новых регионов, новых театров, трамблей, каких-то народных. Это очень важно. Посмотрите, я вот была столько сейчас, драма приехала, там «Козднюю любовь» показывали. Впечатление такое, вот хочется постоянно смотреть. Я считаю, что фестивали такие необходимы, потому что они, во-первых, раскрывают, наверное, всю сущность театра, выявляют новых артистов, ну и, наверное, как бы учат их дополнительному мастерству, если где-то что-то у них не получается. Вот, и вообще это праздник. Добрый вечер, дорогие друзья, с кем знакомы и с кем не знакомы. Проходите наш дом, под названием театра, и, пожалуйста, будьте какого. Зрительный зал полон. Димитров Граци бурными аплодисментами встречают членов жюри, которым за несколько дней предстоит дать оценку девяти постановкам. В этом году состав жюри кардинально обновлен, так что для критиков это тоже первое знакомство и с городом, и с концепцией Атомграда в целом. Впервые на фестивале был и нынешний глава Димитров Града Богдан Павленко. Я хочу выразить слова благодарности и губернатору Сергею Ивановичу Морозову за ту поддержку многолетнюю. А сегодня наш фестиваль уже пятый по счету, который он оказывает нашему городу и театральному Атомграду. Я уверен, что он обязательно посетит и нас поприветствует в ближайшие дни, когда будет проходить фестиваль. Не обошелся этот вечер и без сюрпризов. Градоначальник вручил председателю жюри, известному российскому актеру театра и кино, Михаилу Багдасарову чемоданчик с главным призом фестиваля, который чуть позже был похищен злобными мафиози. Разумеется, в итоге все закончилось хорошо, и коллективам-участникам будет за что бороться. Я очень хочу сюда вернуться со своим антрепризным спектаклем для того, чтобы ощутить вот это волнение, потому что когда мы сидим и смотрим, и нам что-то такое мы капризничаем, нам что-то такое не нравится, потому что мы представители культуры, я так понимаю, что мы чего-то недопонимаем. А вот народное восприятие, зрительское восприятие, оно ставит наши головы на места. Вечер продолжили показом спектакля «Не бойся быть счастливым». Постановку представила вне фестивальной программы современный театр «Антрепризы» из Москвы. Вообще за несколько дней демитровградцы смогут посмотреть 10 спектаклей. Программа театрального «Атомграда» довольно насыщенная, в том числе для артистов и членов жюри. В перерывах между показами организованы ряд мастер-классов. Их также будут вести члены жюри. Например, Батрас Засеев проведет мастер-класс по сценическому движению. Главной задачей является найти какой-то путь, по которому актеры будут в дальнейшем двигаться самостоятельно. Потому что не всегда рядом с ними будет педагог, который им будет подсказывать. Задача актера все-таки уметь работать самостоятельно и находить какие-то свои проблемы, условно говоря, слабые места и пытаться над ними работать и развиваться. Фестиваль «Театральный Атомград» завершится 8 ноября. Желающим посмотреть фестивальные постановки стоит поторопиться. Билетов в кассах уже практически нет. Очень приятно, что очень много демитровградцев желают и хотят посетить все спектакли, которые будут представлены в репертуаре данного фестиваля. Марина Антуганова, Виталий Немов, Демград-24, специально для Управда ТВ. 7 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха составит 12 градусов тепла. Ветер юго-западный, 6-10 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин